многие сказания говорят о том что в древности состоялся потоп потоп этот был на земле таким образом он произошел что небеса раскрылись и оттуда хлынула вода дело в том что никто до сих пор из ученых классических ученых не знает как устроена земля со всеми ее вытекающими в кавычках возможностями извне сегодня официальная позиция состоит в том что существует некий космос который простирается на многие миллиарды даже десятки миллиардов километров в этом космосе наша земля является некой планетой то есть таким каменным шаром вокруг которого тонкая оболочка воздуха и это планета несется где-то космических просторах со скоростью 5 процентов от скорости света при этом она совершает очень сложные движения сначала земля вращается вокруг своей оси потом вокруг солнца потом вместе с солнцем вокруг центра нашей галактики в одном из ее рукавов потом вместе с галактикой вокруг центра нашей вселенной а потом вместе с нашей вселенной вокруг общего центра различных вселенных нашей флуктуации и потом вместе с нашей флуктуации наша земля якобы вращается еще несколько раз вокруг различных центров собирательства во-первых каждый из вас тот кто хорошо знаком с физикой еще со школы понимает что каждое вращение представляет собой юлу волчок а этот волчок имеет такое уникальное свойство что если он вращается в какой-то одной плоскости вокруг какого-то одного центра то больше практически никаких вращений с этим волчком не возможно возникают такие моменты и с ними силы которые невозможно преодолеть без разрушения конструкции волчка поэтому все эти наговоренные мной со слов классических физиков вращение вокруг различных объектов в космосе является лишь фикцией и пустословием на самом деле сегодня постепенно возникает даже так скажем разворачивается концепция совершенно другая которая возникла на том что человечество в двадцатом веке открыла для себя новую совершенно новую физическую величину которая называется информации планета наша планета летала в космосе те века когда об информации ничего известно не было и кругом были только одни физические ньютоновские тела то есть камни или газовые какие-то объекты может быть плазматически это неважно а вот сегодня когда появилась информация когда появилось большое количество соображений мнение и концепции которые посвящены этой информации и из нее вытекают наша земля стала формироваться в отражении людей в интеллектуальном отражении людей в виде концепции такой же интеллектуальной то есть земля является продуктом мышления человека продуктом той интеллектуальной деятельности которые совокупные человечество решила для себя само создать грубо говоря мы находимся на земле вот в тех условиях которые мы с вами наблюдаем которые появились в результате того что мы с вами по общему согласию всеми нашими поколениями создали всю эту виртуальную реальность приведу небольшой пример когда человек читает какую-то книгу там написано только строчки слова буквы предложения и страницы есть он формирует для себя какой-то мир выдуманный им мир который соответствует по его мнению этому описанию и он этот человек он постепенно по ходу чтения этой книги он вживается в эту выдуманную им реальность и реальность как бы для него оживает ну например приведу такое произведение льва николаевича лёва николаевича толстого война и мир он сам лёв николаевич никогда не видел этой войны но написал ее описал ее достоверно и многие поколения читали этот роман и проникались той самой реальностью которую он описал более того мы с вами живем в той самой виртуальной реальности которую описывают для нас различные ученые никто из нас с вами из обычных жителей не был в космосе не видел сам никаких звезд в достаточной близи никаких планет никаких комет ничего но опираясь на описание ученых которые они сделали в научных работах мы с вами этот виртуальный мир подогнали под себя всем нашим большинством теперь если у каждого из нас спросить какой формы земля то все кто научен в нашей школе в средней школе вам ответят что она в виде сферы вращается и летит в космосе это как раз виртуализация наших пониманий нашего мира это не объективный мир и никто нашу сферическую землю никогда из нас не видел повторяю но по описанию мы все создали для себя один и тот же виртуальный мир в котором мы с вами живем надеюсь это понятно и вот если развивать эту тему выше больше для всех людей на земле то постепенно наши с вами мысли во многих поколениях сформировали такую реальность которая для всех стала примерно одинаковый ну как это делается я тоже немножко поясню дело в том что мы видим окружающий мир только так как нам об этом рассказывают наши органы чувств вот я смотрю на солнце и мне мои органы чувств которые улавливают движение света от этого объекта если он конечно там существует виде такого кружка который выделяется ярким пятном на фоне более тусклого окружающего пространства и я понимаю что это солнце потому что мне об этом сказала моя мать мой отец мое все окружение с самого моего детства и я знаю что этот объект который в мозгу в моем рисуется моим сознанием в итоге после получения всех этих импульсов через глаза я знаю что этот объект называется солнцем и всем нам наши родители наше окружение всем с самого рождение объяснилось что вот это наше учувствованное светило которое мы воспринимаем в качестве блика она является солнцем а ученые дополнили солнце это некая звезда которая находится там далеко и представляет собой плазматический шар еще раз повторю никто из нас в том числе и я не трогал своими руками то есть через другие органы чувств никаким образом точно достоверно и реально не знает что это такое светит на небе я просто как пример солнце взял но по соглашению со всем населением земли каждый из нас погруженный в эту виртуальную реальность знает именно как опознавать этот объект так вот когда все вот такие ходы мысленные становятся понятны некоторому количеству людей в том числе и мне когда я понимаю что то что я вижу то что я щупаю то что я осезаю обоняю осматриваю вокруг себя все это загружается в мою память в мою мозг или в какие-то другие места которыми думает человек и все общество там эта информация обрабатывается и выдаются какие-то образы для понимания они не всегда картинные не всегда это визуализация иногда это картина запахов иногда это картина еще каких-то других явлений и мы начинаем создавать новую сегодняшнюю реальность мы начинаем понимать как бы вынося свое сознание дальше в космос мы начинаем понимать что космоса то и нет сознание висит в пустоте и смотрит на нашу землю которая представляется совершенно иначе так вот нынешняя позиция современных наблюдателей те кто хочет понять форму земли ее устройство ее включенность в окружении те уже начинают понимать что картина совершенно другая она вот такая примерно я вам ее опишу вся земля создана нами с вами я уже сказал что вся земля это наша виртуальная реальность которую мы создали своим мыслительным ответом на наши органы чувств которые нам сообщали и сообщают какую-то информацию правильную информацию они сообщают либо неправильную дело 10 но от него зависит то каким образом будет описана наша виртуальная реальность пример небольшой сделаю и отступлю от повествования когда перелетные птицы летят с севера на юг или с юга на север они пользуются совершенно другой реальностью у них реальность прописана в их ощущение магнитных линий но по крайней мере так говорит наука пусть это будет так и тогда мы можем представить что птицы видят землю совершенно не так как мы они видят какую-то матрицу в которой есть вектора направлений выгодные или раскрашенные для них для определенного времени года один вектор красный туда а через полгода другой вектор синий обратно либо наоборот так вот картина мира которую сегодня мы можем создать на нашем новом понимании реальности сводится к следующему есть некий внешний компьютер пока мы его осознать не можем но для нас он досягаем к познанию в виде того огромного колоссально огромного массива дискового пространства которым является окружающий нас вакуум я свое время написал монографию по структуре вакуума это официальная научная издание которое выпущено в вычислительном центре российской академии наук одном из самых выдающихся институтов нашей современности так вот все пространство вокруг нас вся эта реальность которую мы до сих пор называли космосом это вся реальность она называется в вакуумом у вакуума есть своя плотность примерно раза в два больше чем у железа есть своя температура есть уровень кипения вакуума есть процессы которые в нем идут постоянно например рождение и аннигиляция пар есть различные другие процессы он пропускает электромагнитное излучение не пропускает звук почти не пропускает есть другие явления то есть вакуум это пустота по отношению к веществу то есть там нет реально нет химических элементов ни атомов ни молекул но есть кванты вакуума которые состоят из электронов позитронов и других элементарных частиц и эти кванты вакуума как я уже сказал составляют дисковое пространство окружающего нас вакуумного компьютера наша земля в этом дисковом пространстве представляет собой флуктуацию физическую флуктуацию в которой находится полезная информация то есть представьте что есть трехмерный массив вакуума как дисковое пространство куда можно записать информацию и вот некая рука какого-то создателя условного пока условного создателя она взяла и в сферическую или около сферическую область записала характеристики такие которыми создана наша планета земля вместе с ее обитаемым около планетным пространством центральная часть нашей земли сделана из веществ каменных водяных газообразных жидкостных всевозможно разнообразных а вокруг этой физической структурки создана тонкая атмосфера а дальше идет граница который разделяет нашу химическую физическую реальность от вакуумного массива компьютера о котором я сказал выше и это граница раздела с нашей точки зрения с точки зрения существ построенных на принципах химических элементов эта граница для нас становится непреодолимой потому что за ее пределами химия и вещества существовать не могут они могут существовать только в нашем вот этом большом таком пузыре земном а за его пределами такого существования нет поэтому эта граница она ощутима если ее можно так сказать попробовать рукой и высунуть туда пальцы или за ее пределы просунуть целую руку рука отомрет отпадет потому что там за этой границей нет условий поддерживающих существование вещества с другой стороны эта граница воспринимается нами как купол конечно это не физический купол как воздушный шарик или какая-то кастрюля это купол который разделяет две реальности вакуумную и химически вещественную это граница которая разделяет существование материи в разных ее видах и проявлениях вот такая форма нашей земли форма ее существование в так называемом космосе которым является вакуум она сформирована именно нашими мыслительными данными мы все человечество все животные все растения все вместе своими мыслительными способностями создали для себя такой виртуальный мир который мы наблюдаем потому что нас научили видеть в наших ощущениях именно это я приведу для уточнения такой известный пример когда одного человека решили попытать заняться пытками по отношению к нему и показали ему раскаленный паяльник потом этот паяльник как бы приложили к его спине то на его спине возникли ожоги как от разогретого тела в то время как на самом деле его спине приложили холодный резко охлажденный какой-то предмет человек подумал что его пытают каленым железом и реакции его организма стала соответствующей другой пример известны такие феномены как плацебо когда человек выпивает какой-то мел условно говоря ему говорят что это отрава или какая-то полезная таблетка и он либо отравляется либо выздоравливает в зависимости от того как он воспринимает то что ему дали проглотить и таких вещей очень много если берем каких-то бойцов например которые себе укрепляют определенный дух то они могут управлять и своим телом как на уровне восприятия боли так и на уровне восприятия различных нагрузок таким образом все окружающее нас пространство создана нашей мыслью и самое интересное то что каждое проявление какого-то окружающего явления тоже является проявлением нашей жизни нашей мысли сегодня когда у нас по миру шествует модный недух мы это с вами хапаем полной грудью большинство людей которые послушны и которые привыкли в школе зубрить то что им дает преподаватель они хватают эту ложь полной грудью и для них вся современная реальность превратилась в огромную колоссальную большую медицинскую проблему им кажется что вокруг существует колоссальное количество последствий этого явления однако никто из них сам лично не видел ничего подтверждающего это на этом и основана современная такая реальность которая управляется через сми и нагнетается определенная виртуализация нового поколения завтра если потребуется определенным уголовным международным силам нам те же самые сми расскажут что в каком-то отдаленном городе состоялся тотальный захват инопланетянами всего человечества нам покажут вот такую тарелку из которой вышли вот такие гуманоиды что они схватили в заложники весь этот колоссальный миллионник город и всему человечеству чтобы спасти этот миллион людей необходимо удавиться и повеситься на всевозможных сучках деревьев или на косяках период и сми начнут это вбивать сознание каждого и большинство являясь баранами по своему восприятию но я не ругаюсь я баранами говорю кавычках потому что рано или поздно в эту позицию